Всем привет! Днепр на связи, 26 января, 12.23. Ну что, друзья, прошла очередная ночь с одним сигналом воздушной тревоги. Для города и области ночь прошла спокойно, даже Никополь, Никопольский район. Тихо, люди смогли отдохнуть. Ночью тревожились на баллистику, были прилеты в Херсоне. Как от ракет, так и от артиллерии сообщается, что есть пострадавшие. Очень мощный был обстрел Херсона. На данный момент, друзья, у нас тихо, хотя вскоре может быть сигнал воздушной тревоги. Сообщают о взлете МиГ-31К потенциального носителя ракет Кинжал. Что по погоде? Метеозависимые, наверное, в шоке. У нас плюс 5. Грязь, такая себе весна пришла. Подкралась незаметно. Смотрел прогноз погоды. Вроде как завтра, то ли послезавтра в Одессе вообще плюс 14 обещают. Можно сказать, что лето. Можно в море купаться. Что интересного в информационном пространстве, друзья? Собственно, город Першотравенск в нашей области. Хотели его переименовать, так как связывали его с праздником 1 мая. Ну, 1 травня, 1 мая, да, 1 травня. И, собственно, депутаты, все 17 человек, которые там есть, городские, сказали, что фигушки, ничего переименовывать мы не будем. По документам название не имеет ничего общего с советским праздником. Это смогли доказать депутаты, сказали, что Першотравенск это один из самых молодых городов нашей области. Его основали в мае 1954 года и связывают с развитием угольной промышленности на западном Донбассе. Вот такие, друзья, дела. Смогли отстоять название. Ну, Новомосковск, Синельниково. Все будут переименовывать. Павлоград будут переименовывать. Наверное, на часе кучу денег валить в переименование. Наверное, за то, что надо сейчас. Что еще, друзья, из интересного? Арахамия проснулся. Глава партии «Слуга народа». Говорит, депутатов и чиновников следует отправлять в военные учебные центры вместе с другими украинцами. Сказал, что таким образом это сможет мотивировать украинцев, не бояться мобилизации, проходить учения. Да, только вы обычных украинцев кидаете два рожка отстрелы гранату, сам рассказывал, кидаете на фронт, на ноль, под обстрелы, а депутаты задним числом где-то будут к чему-то обучаться. Уже Ляшко он обучался, бегал в военной форме, всех охранников приписал, что они где-то служат, бабло получали, а сами на самом деле в Киеве сидели, спалились на караоке. Девчонка, девчоночка, белая ночь. Знаем мы ваши вот эти все приколы. Ну и, друзья, контрнаступление, оказывается, будет в 2024 году или просто наступление. В общем, помощник госсекретаря США сказал, что в 2024 году будет наступление Украины, пойдем в наступление, действия ВСУ будут около Черного моря и Крыма. Вот так вот. Помочь в победе, по словам этого помощника госсекретаря, должны финансовая помощь от США и европейские партнеры. Вот как-то так. Такое мнение от США. Ну и по теме того, где как служат, он первый заместитель главы Житомирского облсовета. Его там что-то обвиняли в коррупции, еще в чем-то и т.д. и т.п. А он говорит, что вы от меня хотите, я вообще герой Украины. Говорит, я в первые месяцы вторжения ушел служить и теперь в областном ТЦК. Мобилизовался в областное ТЦК. Понимаете, о чем фишка? В ТЦК действительно берут мажоров, детей мажоров. Вот так вот получается. Первые секретари и все остальное. Тьфу! На вас. Везде ложь, провокация и такое неприятное ощущение остается. Даже когда смотришь на какие-то фотографии на их рожи. В общем, друзья, берегите себя. Всем хорошего дня. Будьте счастливы. И до нового выхода на связь.